В эфире Полиция 73. Передача о самых заметных, иногда странных криминальных событиях в Ульяновской области, об особенностях работы и жизни полицейских. Вместе со стражами порядка я, Павел Патриков. Сегодня расскажу про иностранных специалистов, нелегальных, конечно, и благодаря кому они у нас появляются. Как стражу правопорядка поймали конопляного водителя авто. Про незаконные порошочки и средства для мытья тела. Про Марину и Екатерину, двух удалых сестер, служащих в полиции. А также, как полицейские готовили водителей к Дню Знаний. Начнем. Нет в семье соперничества более острого, чем между сестренками. И нет дружбы прочнее, чем дружба между взрослыми сестрами. Героини следующего сюжета это высказывание иллюстрируют блестяще. С поправками. В детстве особо-то и не соперничали. Еще тогда понимали, что нет ничего важнее семьи. Приглядывали друг за другом. Во взрослой жизни ничего не поменялось. Без колебаний прикроют друг другу спину. Объединил их и общий, и служебный долг. Марина и Екатерина. Первый сюжет этого выпуска о сестрах-полицейских. Екатерина и Марина. Сестры-полицейские. К сожалению, по долгу службы видеться удается не так часто. Но если где-то пересеклись, стараются не упустить момент. Выведать друг у друга, как дела, как прошел день, как настроение, самочувствие. Традиционно служебный день начинается с развода инструктажа. Дежурство полно неожиданностей. Заранее предсказать, что будет, невозможно. Звонок. Срочное сообщение. В экипаже с Екатериной отправляемся на автовокзал. Что случилось? Куда мы сейчас идем? Что произошло вообще такое? Мы прибыли по адресу полгину 48. По оперативной информации, одержан человек, который находится в розыске. Гражданина оформили и увезли для дальнейшего выявления всех обстоятельств. Сопротивления не оказывал, но сюжет не о нем. Сестры полицейские на службе сталкиваются с, мягко говоря, разными, часто нестандартными ситуациями. Екатерина сегодня первый день из отпуска отдохнула и в бой. Первый день, да? Первый день, да. Как вам первый день после отпуска? Насыщенно. Очень насыщенный первый день после отпуска. Опять же, случается разное. Но Екатерина с уверенностью скажет, что встречи с пьяным не избежать. Однако полицейские научены грамотно общаться с любым, даже самым неадекватным человеком. Вежливость плюс немного психологии. Практически гарант успешного решения конфликта. Общаемся. Со всеми общаемся. Мало ли там, что его побудил так себя вести. Вот. Поэтому, в принципе, опять-таки, в процессе общения приходим к общему знаменателю. Люди успокаиваются. Екатерина пришла в полицию вслед за своей сестрой Мариной. Привлекла красивая форма. Ни разу о решении не пожалела. Кстати, в отпуске не сидела без дела. Посвящала время любимому хобби. Я люблю машины. Мне нравятся машины. Я стараюсь их сама ремонтировать в меру своей возможности. У Марины путь стража правопорядка начался с 2003 года. Тогда формировался общий полк ППС. Что побудило? Ответ хороший. Дядю Степу мультик смотрел. Понравился. Свободное время Марина проводит дома с семьей. Когда появляется возможность с сестрой. К сожалению, видеться удается не так часто. В основном на службе и недолго. Но каждая минута с сестрой дорогого стоит. И Екатерина, и Марина придерживаются единых взглядов на службу в полиции. Они всегда на виду, а не лицо подразделения. Их внешний вид, физическая и правовая подготовка. Умение находить общий язык с нарушителями. Принимать решения в нестандартных ситуациях. Все должно быть близко к идеалу. Да все у нас. Все как мы, как люди, мы все хорошие. Все отзывчивые. Так что приходите, служите. А уж когда на посту они вместе, борьба с правонарушениями ведется с удвоенной силой. Сегодня, 2 сентября, день рождения патрульно-постовой службы полиции. Полицейским душевного равновесия, энергии, оптимизма, жизнестойкости и уверенности. Чужих детей не бывает. Это и моральная истина, по крайней мере, у большинства людей. И смысл акции от ульяновских полицейских. Миновало 1 сентября, день знаний. Школьники отправились вгрызаться в гранит науки. Задача взрослых – обеспечить им безопасность. Комплексную, антитеррористическую, организовать правильное питание, школьные медицинские кабинеты, выставить безопасные школьные маршруты. А также напомнить водителям, что на дороге тоже нет чужих детей. Мы, Юидовцы 61-й школы, совместно с сотрудниками Дирекции безопасности дорожного движения и сотрудниками госавтоинспекции проводим профилактическую акцию «На дороге нет чужих детей». Акция направлена на формирование компетентных знаний у водителей, а также, чтобы привлечь их внимание в преддверии нового учебного года, чтобы водители были более внимательны на дороге, соблюдали требования дорожных знаков, снижали скорость при подъезде к пешеходным переходам, а также вблизи образовательных организаций. Учебный год стартовал. Накануне Дня знаний госавтоинспекция усилила бдительность. Число пешеходов и транспортный поток усиливается. Задача не дать вырасти числу ДТП. Волонтеры, юные инспекторы движения в предпраздничные дни напоминали водителям и пешеходам правила дорожного движения и призывали и тех, и других быть внимательными. Поле ответственности, это как-то вот очень так наглядно видно, что ребенок, он соблюдает правила дорожного движения, он призывает их мало того, что соблюдать, поэтому это очень действенный такой момент, когда дети выходят с нами вместе на дорогу и призывают водителей. У меня у самого и дети, и внуки, что же я не молодой, конечно, но дай бог вам, девочки, хорошо учиться и мальчики. Я вам желаю всего хорошего. Липовая бытовая химия захватывает рынки. Недавно в Волгоградской области полиция пресекла деятельность организации по продаже страшных снов домохозяек и домохозяев, поддельных средств для мытья посуды, стиральных порошочков и прочего такого. В стирке, уборке такие средства помогут вряд ли, а вред здоровью технике нанесут. Кстати, контрафакт поставляли в несколько регионов РФ и в одну из стран ближнего зарубежья. Возможно, это никак не связано, но в Ульяновске внимание полицейских привлекла одна торговая точка на проспекте Гая-100 железнодорожного района. Оказалось, под видом известных брендов скрывается паль. Опасным может быть не только мистер Сидор, но и мистер Проппер. Когда речь о паленке, это не всегда про алкоголь. В Ульяновске полицейские накрыли целый склад на базе ГАЭ-100 со стиральными порошками, гелями для душа, шампунями для головы. Там же нашли средства для мытья посуды, даже бритвенные лезвия. Всего более 2000 единиц продукции непонятного происхождения и содержания. Бытовая химия продавалась куда дешевле, чем, например, в магазине. Ассортимент радовал глаз, упаковки имитировали известные торговые бренды. По факту обыкновенная паль, гроша не стоящая. На реализации у нас находится сыральный порошок. Сверх сил по цене 349 рублей. Вот такие пакеты, емкость 3 килограмма. Если приглядеться, видно, что товар контрафактный. Наклейки кривые, косые. Тюбики шампуней вообще полуоткрытые или до конца не закрываются. А что упаковки с морской солью для ванн, страшно представить. В общем, ширпотреб максимально низкого качества. В данной таре продукция оригинальная вообще не выпускается. Здесь по цветам видно, соответственно, крышка отличается от оригинальной. Маркировки задние, цвет, этикетки, все отличается от оригинальной. Директор пояснила, товар купила в Москве. Правда, товарно-транспортные накладные полицейским показать не смогла. Паленую бытовую химию изъяли. Грядет ряд экспертиз. В настоящее время сотрудниками отдела организации применения административного законодательства Управления по организации охраны общественного порядка ОМВД России по Ульяновской области возбуждено административное расследование по части 2 статьи 14.10 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации. За незаконное использование чужого товарного знака российское законодательство предусматривает максимальную ответственность в виде штрафа до 200 тысяч рублей. Откуда бы вы не прибыли в Россию, вы обязаны соблюдать наши законы и уважать традиции. Среди мигрантов много законопослушных, однако, к сожалению, до 100% далеко. И чем больше случаев нелегального нахождения в стране, тем чаще полиция будет проводить рейды по выявлению фактов незаконной миграции. Кто создал древнерусское государство? Кем был Александр Невский, первым секретарем ЦК КПСС, президентом России или великим русским полководцем? Это примеры вопросов из теста истории России для мигрантов. Для получения гражданства они обязаны пройти его, пройти проверку на знание русского языка и основы базы законодательства Российской Федерации. Вступив в преступный сговор, шестеро жителей областного центра в арендуемых офисных помещениях организовали формальный прием экзаменов у иностранных граждан с целью дальнейшего получения ими гражданства РФ, сотрудники Управления по борьбе с экономическими преступлениями и противодействия коррупции, по вопросам миграции, Межрайонного отдела по борьбе с организованной преступностью в Управлении уголовного розыска УМВД России по Ульяновской области. Совместно с региональным СУСК при поддержке Росгвардии провели оперативно-розыскные мероприятия. Быстро установили подозреваемых. В настоящее время по материалам проверки Следственного управления Следственного комитета России по Ульяновской области возбуждено уголовное дело по пункту А, части 2, статьи 322.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. За организацию незаконной миграции иностранных специалистов в РФ, тем более группы лиц, да еще и по предварительному сговору, предусмотрено наказание до 7 лет лишения свободы. Кроме того, силовики проверили и иностранцев, работающих на плодовочной базе на улице Урицкого и центральном рынке Ульяновска. Сейчас мне нужно, чтобы вы между собой здесь не знаете, да? У нас все граждане, граждане России стоят в одну сторону, и граждане в левую сторону. Давайте. 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 Составили 10 административных протоколов по различным статьям КОАП РФ. Незаконное осуществление иностранным гражданинам трудовой деятельности, нарушение иностранным гражданинам правил въезда и режима пребывания в Российской Федерации, нарушение правил миграционного учета и так далее. Двоих иностранных специалистов через суд решили отправить обратно на родину. Сжигал он себя, не думая о будущем, с поддельным водительским удостоверением, на непоставленном на учет авто и вышенка, изюминка на торте, еще и в состоянии наркотического опьянения. Поехал Ульяновец куда-то. Правила созданы, чтобы их соблюдать. Помогут с этим полицейские. Ему помогли. Вовремя задержали госавтоинспектора. Здравствуйте. Инспектор ДПС Читанов. Будьте добры, документы, пожалуйста. Неспроста госавтоинспектора остановили именно этот автомобиль. Интуитивно распознали неладное. Вроде обычная проверка документов. Как итог, сразу несколько нарушений законодательства. Сотрудники госавтоинспекции, МО МВД России Ульяновский возле одного из домов по улице Новокомбинаторская в рабочем поселке Ишеевка притормозили ВАЗ-2114. Управлял 14-й мужчина, 91-го года рождения. При проверке водительского удостоверения полицейские засомневались в подлинности документа. Неспроста остановили и неспроста сомневались. Оказалось, никаких прав водитель официально в госавтоинспекции не получал, а в интернете договорился с неизвестным, который предложил ему восстановить водительское удостоверение. Перевел деньги и через некоторое время получил покупку на почте. Кроме того, само транспортное средство снято с учета еще предыдущим хозяинам, а задержанный не перерегистрировал машину на себя. В момент остановки гонщик управлял авто с признаками какого-то опьянения. После медосвидетельствования выяснилось, наркотического, работать надо двумя руками, когда идешь ко дну. Тут же сочинил и выдал полицейским историю. Как пояснил задержанный, накануне на своем участке он уничтожал декорастущую коноплю. Таким образом, по его мнению, к нему в организм и попало наркотическое вещество. То есть, как бы ни звучало, надышался коноплей случайно. Естественно, полицейские в эту фантастику не поверили. Органами дознания межмуниципального отдела МВД России Ульяновский возбуждено сразу два уголовных дела за подделку, изготовление и оборот поддельных документов и за управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость. Машину изъяли, поместили на специализированную стоянку. Водителю остается одуматься на будущее хотя бы для себя. Пока еще не совсем поздно. За действием так или иначе всегда последуют последствия. А вслед за преступлением – соразмерное наказание. Стоит сделать лишь один необдуманный шаг – пути назад не будет. Сестрам-полицейским – легкой, спокойной и безопасной службы. За руль – трезвыми всегда, это без исключений. Школьникам знаний и интересной учебы, водителям – удачи, бдительности на дорогах. Мигрантам добро пожаловать, если будете чтить законы, уважать наши традиции и культуру. Об актуальных правовых новостях вы можете круглосуточно узнать в телеграм-канале и в официальной группе ВКонтакте ОМВД России по Ульяновской области. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова